Работать в интересах жителей, понимая свой уровень ответственности за состояние дел и социально-экономическое развитие района – это главное, на что опираются в работе районные парламентарии. На днях состоялась очередная сессия районного совета. Прошу проголосовать. Кто против, воздержавшись. Спасибо. Решение. Очередная 12-я сессия районного совета. В ее работе принимает участие глава района Роман Снеговский. На повестке дня 15 вопросов, каждый из которых был тщательно изучен и проработан районными парламентариями в ходе заседаний депутатских комиссий. Каждый вопрос всесторонне обсуждается. Привлекаются специалисты различные, юристы, консультанты, чтобы проработать любой вопрос. Постоянные депутатские комиссии – это основной рабочий орган районного совета депутатов. Именно в ходе таких заседаний сталкиваются мнения, находятся решения, которые позднее и отражаются в окончательном документе. Один из основных вопросов нынешней сессии – об участии граждан в охране общественного порядка. За 9 месяцев текущего года на территории Славянского района было сформировано и приняло участие в рейдовых мероприятиях по охране общественного порядка, так же, как и по профилактике безнадзорности и правонарушению несовершеннолетних 725 рейдовых групп. Так, за 9 месяцев текущего года было составлено 82 протокола на взрослых правонарушителей общественного порядка. Общественные объединения, которые помогают полиции в охране порядка, действуют во всех поселениях. В городе эту работу координирует специально созданный штаб. «Ежедневно у нас организовываются вот эти рейдовые мероприятия. Старшие у нас возглавляются сотрудниками полиции. Дальше привлекаются для этого представители учреждений профилактики, те, которые должны профилактировать на семьи и детей, которые у нас неблагополучные». Рейды с участием обычных жителей проходят ежедневно. В выходные по маршрутам патрулирования выходят две группы – пешая и мобильная. «У нас ходят и студенты, у нас ходят и родители, потому что я считаю, что если папа с мамой пошли в рейд по ночному городу, увидят, в какую среду окунается её несовершеннолетний ребёнок, что нужно ждать от этого ребёнка. Если родители в это окунутся, посмотрят, в какую среду, может, они какие-то меры примут». На сессии были рассмотрены и другие значимые для жизни района вопросы, в основном связанные с принятием нормативно-правовых актов. «Это очень важные вопросы, потому что они влияют на формирование бюджета. Чем мы грамотнее и своевременно сформируем эти все нормативно-правовые акты, которые будут работать на территории нашего муниципального образования, то есть они ещё должны и не противоречить краевым и федеральным законам, тем лучше будет работать и развиваться наше муниципальное образование, и мы будем решать многие социальные вопросы». Григорий Литовко подытожил, любой представительный орган – это прежде всего механизм согласования различных точек зрения. И общая первоочередная задача депутатов Совета – сделать всё для создания лучших условий для жизни славянцев. Алена Лавринова, Георгий Калинин, Александр Косицын, программа «События». Продолжение следует...